Всем привет! Меня зовут Даша и сегодня хочу поговорить о карандашах Дели. Это второй набор после Брутфунер, который я заказываю на Алиэкспресс, чтобы потом сделать какой-то сравнительный обзор. Под рукой у меня еще два набора китайских карандашей, поэтому будет очень интересно. Планирую рассказать обо всех по отдельности, провести тесты, в том числе и краш, конечно же, которого все впечатлили. Ну а потом сделать какое-то общее видео с итогами. Обязательно выберем лучшие, обозначим те, что похуже. Короче, месяц Китая нам с вами точно обеспечен. Карандаши Дели мне советовали довольно давно и еще больше стали просить на них обзор после того, как я уже сняла видео с Брутфунер. Если вы его вдруг пропустили, я подсказку обязательно оставлю в углу, как и ссылку в описании. Все комментарии, которые вы писали под постами в соцсетях, я оставлю в конце видео, ведь это целая кладезь полезных знаний. Спасибо огромное за участие, потому что вы помогаете делать мои видео более информативными и полезными. Данный набор я купила за 1959 рублей, в нем 72 карандаша. Доехала все это дело до меня за месяц. Это довольно привычный срок доставки заказа с Али. Упаковка выполнена из металлического материала. Крышка полностью не снимается, в отличие от большинства привычных мне карандашей. Но сделать это, конечно, реально, но, честно говоря, не уверена, что механизм предусмотрен для регулярного снятия верхней части коробки полностью. Внутри мы видим симпатичный домик, который повторяет принц внешней стороны упаковки. Очень симпатичный, мне прям нравится эта иллюстрация, но, если честно, она явно нарисована маслом, что, наверное, не совсем бьется с карандашами. Хотя, в принципе, у нас же карандаши на масляной основе. Есть вот такая подложка. И внутри всего два лотка с карандашами. Лотки, кстати, довольно плотные. Я бы даже сказала, что поплотнее, чем у Дервент. Сейчас я покажу вам их поближе, потому что пока угол моего обзора камеры не совсем позволяет полностью вместить целую упаковку в объектив. Компания Дейли утверждает, что данные карандаши относятся к профессиональным. Карандаши хорошо наслаиваются, заполняют бумагу однородной, без расщепления пигмента. Цвета, как заявляет Дейли, яркие, насыщенные штрихи. Карандашами получаются очень нежными, их можно оставить полупрозрачными, можно плотно заполнить цветом область. Деревянная основа сделана из липы, что делает карандаши прочными и надежными. И один из самых важных моментов – это факт наличия всех необходимых тестов и сертификата соответствия стандартной безопасности. За него, как минимум, большое уважение, если не фейк, все документы, которые предоставляет Дейли. Но остальное уже будем, конечно, проверять все на практике прямо сейчас. Я предлагаю смотреть карандаши поближе, сделать краш-тесты, а потом я расскажу о результатах своих тестов. Они все вот здесь. Визуально эти карандаши схожи с собратьями от Faber-Castell. Не только визуально, но и по диаметру. Я специально сравниваю толщину. И, кстати, даже вот эта вот скругленная часть тоже очень похожа на Faber. Карандашам от Деревент они немножко уступают по своей толщине. Но, в принципе, деревентовские карандаши, они довольно толстенькие, плотные. Грифель по своей толщине и визуальной оценке тоже схож с Faber-Castell. На карандаше есть лого, есть номер цвета и зачем-то надпись, что это цветной карандаш. Ну, да, в принципе, вдруг из коробки что-то выскочит, угадываю потом, что это и зачем оно надо. Маркировка цвета, кстати, по мне сделана низковато. То есть, допустим, мы доточим до вот этого размера. Получит у нас такой коротыш. Им еще, в принципе, рисовать и рисовать, особенно если использовать специальный удлинитель. А, по сути, мы уже цвет не поймем, какой номер. То есть, что-то придется с этим делать. Это не очень удобно, по крайней мере, для меня. Лежит карандаш в руке удобно. Мне нравится скругленная форма. Я не люблю многогранные карандаши, потому что ими немного неудобно рисовать по истечении определенного количества времени. Как-то рука, честно говоря, устает. Не знаю, как у вас, но для меня это прям идеальный формат. Что касается дизайна, мне наиболее такой нравится. Я очень люблю полное наполнение цветом, потому что потом, когда смотришь на коробочку, получается как будто какие-то прям конфетки здесь лежат. Очень красиво, радужно и действительно привлекает внимание, когда делаешь какие-то фото либо видео. В общем, для меня это самый красивый вариант по дизайну именно самих карандашей. Гриф или древесина выглядят вполне себе прилично. Я предлагаю заточить парочку карандашей с разной степенью заточки, разумеется, и проверим, что у нас получится. Заодно мы оценим карандаши, как обычно, по всем четырем параметрам. Давайте сейчас сразу заточу карандаш. Затачиваются карандаши хорошо, без лишней пыли, стружка отпадает сразу, нет каких-то отслойок. Здесь полностью порядок. Я совсем чуть не забыла сказать, ко мне в этом наборе приехал один карандаш под номером 116 с косым срезом по грифелю. И здесь немножечко даже видно есть углубление древесины. Попробую это дело показать. Так вот здесь кармашек этот виден. Я хочу его поточить прям максимально посильнее и посмотреть, как эта ситуация изменится. Надеюсь, что вот эта вся ситуация исправится и дальше никаких отслойок не будет. Я его заточила прям максимально. Он такой еще супер остренький получился. И каких-то я не вижу дефектов. Кармашек ушел вместе с остальной стружкой. И, в общем-то, смотрится он прилично. Предлагаю его обязательно покидать вместе с остальными карандашами. Но, в общем-то, он будет участвовать в краш-тестах. Давайте еще возьмем, наверное, вот этот цвет. Обычно такие оттенки, они самые плотные и твердые. Обязательно возьмем какой-то коричневый. Он здесь самый мягкий. И предлагаю взять какой-нибудь оттенок, которым я еще не рисовала, особо его не выкрашивала, чтобы оставить заводскую заточку. Пускай будет, например, зеленый. Сейчас я это дело немного в сторонку отложу. Постилю специальный листик. И потестируем, насколько наши карандаши плотные. Всегда хочется как-то более надежно здесь все это дело застелить. Но не всегда это получается. Пока не придумала какой-то красивый вариант. Поднимаю сейчас руку над листиком и кидаю. Грифель практически не отскочил. Тут буквально какие-то три крошки отлетели. И я бы не сказала, что здесь что-то критичное. То есть, например, если бы я запустила мой любимый деревянный дровень, то, думаю, вы догадываетесь, что бы с ними было. Там бы это все дело сразу под корень улетело. Хотя я вот жду новый набор и хочу перепроверить краш-тест, потому что появились такие подозрения, что что-то с ними стало. Давайте еще раз его кинем. Со второго раза такая же ситуация. Немного здесь отскочили пару фрагментов. Они здесь, кстати, тоже видны. И я не вижу чего-то прямо такого критичного, опять же. Попробую повыше это все дело поднять. Сейчас чуть-чуть покрупнее фрагмент отлетел. Но, тем не менее, карандаш сохраняет свою целостность. Здесь эта штучка немножко отлетела. Но на рисование это никак не повлияет. Здесь все с этим в порядке. Давайте теперь кинем вот этот карандаш. Я прям с такой же высоты сразу сделаю. То же самое. Причем я даже фрагментов особо не вижу. Но какие-то маленькие-маленькие крошки расщепляются. Все хорошо. Давайте попробуем более мягкий коричневый. Он заточен тоже очень хорошо. И ситуация абсолютно такая же. Сейчас отлетел более солидный фрагмент грифеля. Но, опять же, он как-то сбоку немножко отскочил. И сам по себе он более какой-то шатки не стал. Он прям плотно сидит в древесине. Слушайте, прям очень даже неплохо. Ну и ставим заводскую заточку на зеленом. Он, кстати, тоже очень мягкий. Поэтому я думаю, что, в принципе, здесь будет более наглядно, чем какие-то светлые оттенки брать. Вот он кусочек, который отскочил. Здесь он тоже как-то немножечко по форме, прям по грани отлетел. Но ничего, в общем-то, тоже с ним критичного не случилось. И это довольно неплохо. Давайте теперь проверим, насколько здесь в этих карандашах работает нажим. Насколько мы прям можем сильно надавливать. Понятное дело, какие-то легкие зарисовки делаем спокойно. Здесь никаких вопросов нет. Сейчас я попробую надавить. Но я сначала хотела бы попробовать надавить на какой-нибудь карандаш, который не потерял свой грифель именно под таким приличным скосом в углублении. У нас меньше всего проблем возникло именно с этим. Могу сказать, что давление он явно какое-то сильно выдерживает. Попробую сейчас так надавить. Да, но он действительно претерпевает такие неплохие надавливания. Сейчас попробую с этим. Очень сильно давлю на карандаш. Попробую средний нажим. Отщепляются какие-то незначительные фрагменты. Такой прям песочек. Этот прям самый такой твердый. Сильно нажимать пришлось. Ну давайте уж этого инвалида с полскосом нажмем, тоже посмотрим. Сильно надавливаю на карандаш. Да, они плотный, хороший здесь грифель. То есть, что мы можем сразу исходя из этого теста сказать? Надавливать на них можно довольно прилично. Они это все дело хорошо претерпевают. Плюс при падении вы не потеряете какую-то приличную часть от свободного края грифеля. В общем, в этом плане здесь прям все хорошо. Я сейчас немного это все дело уберу и продолжим с вами дальше. Что касается моего рисования этими карандашами, то я снова потестировала глаз. На самом деле, для меня это самый удобный быстрый объект для теста. Во-первых, я всегда смешиваю соседние и не очень оттенки, наслаиваю много, рисую блики белым, пробую черный. Поэтому по завершении рисования глаза мне есть уже что рассказать по тому или иному производителю карандашей. В моем случае теста я начала с гладкой бумаги плотностью 160 грамм. Бумага эта отличается повышенной гладкостью, а опыт рисования карандашами на ней был весьма плачевный в данном случае. Во-первых, они не хотели наслаиваться, они сильно проскальзывали, новый слой буквально разрушал первый. В общем, творилась какая-то безумная свистопляска с попыткой закрепить хоть один фрагмент на бумаге. К слову, соседний глазик я рисовала своими привычными цветными карандашами и подобной проблемы у меня не было вообще. Здесь я буквально показывала, как можно здесь это все дело наслаивать. И когда я рисовала голубеньким, коричневым по нему начинал рисовать, он и себя разрушал, не наслаивался. И соседний свой голубой фрагмент тоже с бумаги выгонял. Хулиган. Дели, в принципе, очень крошились. И я решила, что, наверное, не так-то все в порядке с их грифелем по итогу. И в какой-то момент я очень расстроилась и решила, что это полнейший фиаско. Глаз более-менее, конечно, я домучилась и отправилась проверять бумагу для графики плотностью 120 грамм. И знаете, дело в данном случае пошло. Сейчас все вам расскажу. Никаких особо сложностей не возникло. Карандаши мягко ложились на бумагу. Они вели себя друг с другом очень дружелюбно, наслаивались. В общем, я вообще никаких проблем, как уже сказала, не заметила. Расскажу, что я еще проверила, на благоприятны ли эти карандаши и бумаги. Во-первых, слоев получается всего сделать четыре одним цветом. На пятом начинают скользить, всячески хулиганить, ну, примерно как на супер гладкой бумаге. Если смешивать два цвета, темным по светлому и наоборот, то слоев получается всего два. Но это при плотном заполнении пигментом бумаги. Я прям сильно нажимала. То есть, если рисовать в полупрозрачной технике, я думаю, что получится немногим, но все-таки больше. По маркерам они рисуют отлично. Здесь вообще никаких моментов я не заметила. Что касается белого карандаша, то тут он почти бесполезен, к сожалению. Не шибко высветляет, не особо помогает смешивать, как это работает с Faber-Castell. Ну, в общем, какую-то часть он все-таки немного делает светлее, но это буквально капля в море в сравнении с другими высокопигментированными белыми карандашами других брендов. Я не удержалась и порисовала глазик на SMLT типа Bristol. Это моя любимая бумага. Последние портреты и свои иллюстрации я рисую, в принципе, на ней. Рисовать стало еще приятнее. И это несмотря на то, что здесь фактура гладкая. Ну, конечно, не супер, но гладко. Карандаши рисуют очень мягко, позволяют вырисовывать красивые волоски. Буквально рисуешь так вот наотмашь, получают все гладенькое, ровненькое, очень аккуратное. Карандаши других брендов в обоих случаях сотрудничают с Дели. И здесь, и здесь. Ну, правда, их прям минимальная доля в рисунках, потому что я не хотела испортить сам результат, чтобы вам показать, что же получается нарисовать этими карандашами. Я не угомонилась, поэтому крафты черной бумагой тоже не остались в стороне. Я сделала выкраски там и там, сейчас их покажу. На черной бумаге я даже порисовала, но, если честно, мне вообще не понравилось, как ложились карандаши. Ситуация, конечно, лучше, чем с супер гладкой бумагой, но ненамного. И рисовать на черной бумаге я, пожалуй, больше ими не буду. Во-первых, получается грязно, карандаши очень тяжело смешиваются, да и в целом смотрится как-то блекло. Что касается выкраски, то какие-то оттенки здесь сочнее, какие-то прям совсем глухие. Там даже не видно прям совсем их. Ну, это, в принципе, логично, потому что они темные. Хотя, несмотря на этот опыт, я сказала, что карандаши довольно насыщенные, высокопигментированные. То есть, например, на моей привычной выкраске, которую я для себя сделала, как вы можете видеть, смотрится все очень сочно и ярко. Опять же, замечу, что я эту выкраску, правда, не совсем в таком формате, я оставила в электронном виде. Вы сможете сами выкрасить, если у вас будет желание купить эти карандаши. И, конечно же, сканы тоже я оставила, потому что на видео, во-первых, мелковато, но не очень хорошо видно. Поэтому все это более подробно вы сможете посмотреть в описании. Ссылочки все я всегда вам оставляю. Впрочем, как и к другим карандашам, маркерам, всем тем, что можно красить, все это есть. На крафте все получилось более сочно, довольно ярко, без лишней траты грифеля. Рисовать на нем должно вполне быть сносно, но, честно говоря, я бы не советовала делать это слишком плотно. Иначе карандаш улетит моментально, но это, в принципе, для любых карандашей правило работать с крафтом. Что касается светостойкости, то в данном случае я могу лишь пока поделиться комментариями моих подписчиков. Обязательно досмотрите видео до конца, там я все это выведу на экран, и вы сможете ознакомиться с опытом других художников. Пока скажу так, у кого-то за месяц в ноль выгрыли все розовые сиреневые оттенки, у кого-то и за полгода даже на 1% ничего не потускнело. В общем, какая-то история странная. Я обязательно дополню к концу осени тесты от светостойкости по всем своим обзорам. И окно уже у меня вывешено выкрасками с мая 2022 года, то есть на момент записи видео. Уже два месяца они почти висят, поэтому все с вами изучим. Я, конечно же, все это дело дополню. В любом случае данными карандашами я бы не стала рисовать на заказ портреты либо иллюстрации, если не подразумевается скан. То есть, если все дело в скане, пожалуйста, можно спокойно отрисовать, отсканировать и, соответственно, ваш рисунок отправить. Но именно в физическом таком виде я не советую это делать, потому что если окажется казус, будет немного обидно. Поэтому в данном случае я спокойно ставлю 4 звезды за качество. Несмотря на нюансы с бумагой, в скетчбуках для графики они очень даже хороши и позволяют нарисовать что-то вполне себе приличное. Что касается палитры, то я бы поставила за нее троечку. Оттенки в основном очень яркие, сочные, но в них довольно мало природных оттенков. Есть очень интересные серые цвета, они уходят в какой-то буквально фиолетовый оттенок. Это очень красиво и симпатично. Но для рисования именно в реализме, мне кажется, все-таки их недостаточно. Ну, я имею в виду какие-то приглушенные пейзажи, анималистику, натюрморты, например. Хотя вот для цветочков и моря тут вполне себе достаточно оттенков. Ну, а если что-то мультяшное, тематическое, типа анима рисовать, то вообще здесь все идеально в этом плане. Кстати, для маркеров какие-то отдельные цвета могут вполне себе подойти для тонировки или каких-то теней. Но их на самом деле не так много. Что же касается мягкости, то у данных карандашей с ней все в порядке. Они немного мягче, чем фаберы, с которыми вы очень просили их сравнить. Но схожесть в любом случае есть. Я бы сказала, что это некая китайская реплика фаберкаста. Следует обратить внимание, что не все карандаши одинаково мягкие. Например, желтый чуть-чуть потверже. Это может даже чувствоваться, например, вот на этом оттенке. Когда им рисуешь, надо как-то немножко сильнее нажим делать. Это чуть-чуть прям помягче. То есть уже буквально в двух соседних оттенках небольшая неоднородность, но чувствует. Кроме того, я прошу обратить внимание на то, что 8 карандашей из моего набора более мягкие и отличаются по составу грифеля. Например, оттенок 129. Когда им рисуешь, они какие-то шершавые. Мне кажется, даже по звуку это слышно. Я очень надеюсь, что вам это слышно, потому что оно прям чувствуется, когда, например, я выкрашиваю вот этот цвет. И выкрашу вот этот. Он прям такой шуршащий. Такое ощущение даже, как будто он немного бумагу царапает. Хотя я во время рисования не заметил, чтобы как-то бумага повреждалась. Так вот, таких цветов всего 8. 129, 130, 134, 140, 141, 142, 143 и 151. Я бы, честно говоря, сказала, что как будто бы они напоминают карандаши, сделанные из угля. Поэтому за неоднородность я ставлю к мягкости 4 звезды. Что касается расхода, то у данных карандашей, судя по всему, он вполне себе сносный. Они хорошо точатся, грифель у них довольно надежный. Достроило только то, что 8 карандашей из набора ведут себя как угольные. Но снимать звезду за это все-таки я не буду. Дело в том, что такая неоднородность может не распространяться на весь стержень. То есть нужно буквально время, чтобы немножко постаточить. Поэтому здесь я ставлю 5. Что касается выводов, то если подытожить все, что я проверила на тестах, это очень неплохие карандаши. Они точно лучше, чем какие-то бюджетные детские, либо карандаши с фикс прайса. Само собой, они уступают премиум сегменту из-за своей светостойкости, количества слоев, общим параметрам смешивания. Но порисовать ими в удовольствие точно получится, как и начать свой карандашный путь в творчестве. Говорить сейчас, какие лучше брутфунеры или эти, я пока не хочу. Так как я планирую сделать отдельный большой сравнительный обзор между всеми четырьмя наборами с Алиэкспресс. Советую ли их к покупке? Ну да, почему и нет. Но не забывайте, пожалуйста, про все нюансы, которые выявились в ходе моих тестов. Как я уже говорила ранее, китайские карандаши я оцениваю не с требованиями, как я обычно предъявляю гигантам этой области, соответствующим ценникам. Я оцениваю с точки зрения сносности рисования, комфорта, каких-то технических аспектов. И возможности понять, насколько подходят цветные карандаши начинающим в этой области. Сейчас я выведу комментарии всех, кто не остался в стороне и поделился своим опытом рисования этими карандашами. Поставьте на паузу, почитайте, это очень интересно. Спасибо вам огромное за то, что поделились этой информацией. Это невероятно помогает и мне, и всем, кто, возможно, заинтересуется данными карандашами. Мне всегда очень приятно ваше участие в моей творческой жизни. Я обожаю с вами обсуждать что-то, делиться полезностями, изучать что-то новое. Всегда в паузу между видео я очень сильно по вам скучаю и жду выхода новых видео, по сути, ради нашей с вами коммуникации. Всем спасибо огромное за просмотр этого видео. Я очень надеюсь, что была для вас полезна. Впереди нас ждет, как выяснилось, очень много всего интересного. Ну и, конечно же, я планирую розыгрыш, потому что 2000 подписчиков на канале не за горами. Следите за новостями, анонсами и, по возможности, посматривайте мои соцсети, потому что я стараюсь туда какой-то контент все-таки постить. Особенно это касается каких-то лайфхаков, уроков, мастер-классов, ну и, разумеется, просто какие-то обзоры, которые не входят именно в видео-версию. Если вы захотите поддержать мое видео, то все необходимое для этого есть в описании. Несмотря на проблемы с монетизацией, мои самые главные сокровища – это ваши лайки, комментарии и, конечно же, рост подписок. Я вас всех очень сильно люблю. До скорой встречи. Пока-пока. Если касается моего рисования этими карандашами, то я снова тестировала их на рисунке... Господи...